Здравствуйте! В эфире предновогодняя весть КамАЗа. За 15 минут мы успеем вам рассказать не только о самых значимых событиях на автогиганте, но и о тех из них, которые имеют некоторое отношение к предстоящему Новому году. За кадром наши корреспонденты, а в студии Ксения Чернильцева и Павел Михно вот только некоторые темы этого выпуска. А только ли зарплату получает работник от КамАЗа? На предновогодние встречи с журналистами прозвучали ответы на главные кадровые вопросы. Меняются и условия труда. Где и как? Все в подробностях нашей программе рассказал главный инженер автогиганта. Под Новый год одни шутили, другие загадки предновогодние разгадывали. Представим всех, кто отличился. Вот под Новый год надо что? Правильно, соблюдать традиции. КамАЗ, придерживаясь этого золотого правила, провел ежегодную встречу руководителей автогиганта с представителями СМИ. На вопросы журналистов об итогах работы компании в уходящем году ответила заместитель гендиректора по управлению персоналом Оргразвитию и корпоративному управлению Жанна Халиулина. Что интересует действующих и недавно устроившихся на КамАЗ сотрудников? Конечно же, зарплата. За 11 месяцев уходящего года на автогиганте она выросла в среднем на 22% и сейчас составляет почти 51 тысячу рублей. Такую цифру озвучила на встрече с журналистами замгендиректора по управлению персоналом Оргразвитию и корпоративному управлению Жанна Халиулина. Главной темой встречи стало развитие кадрового потенциала компании и социального обеспечения 32 тысяч работников автогиганта. Так, например, помимо основной зарплаты компания выделяет средства на соцобеспечение своих сотрудников. В 2021 году индивидуальный соцпакет составил 33,5 тысячи рублей. В 2021 году компания потратила на вопрос социального обеспечения более миллиарда рублей. По итогам 2022 года мы планируем получить в рамках социального обеспечения наших работников миллиард 300. В целом социальный пакет на одного работника вырос на 21%. На 21% по 2021 году. И мы ожидаем еще рост плюс 29% в 2022 году. В 2022 году на КАМАЗе должны подписать новый коллективный договор. В него будут включены новые пункты. К примеру, планируется внедрение повышающего коэффициента к тарифу универсальных специалистов. Это те сотрудники, которые владеют одной из 13 программных профессий. За 2021 год обучили 347 человек. В следующем году планируют обучить еще 420. Более 700 человек с охватом освоили новую специальность, дополнительную специальность, что позволяет, безусловно, им, во-первых, иметь улучшенные условия труда, во-вторых, мне кажется, что профессиональное развитие любого человека должно радовать, особенно когда это происходит в рамках твоего рабочего дня. На сегодняшний день на предприятии актуален вопрос нехватки молодых квалифицированных специалистов. В Набежных Челнах остается меньше 30% выпускников. Побороть эту тенденцию планируется с помощью нового вуза технического профиля мирового уровня. Этот вопрос обсуждается на протяжении уже нескольких лет. Сейчас подготовлена проектно-сметная документация на лабораторный корпус и кампус. Развитие этого и других проектов интересно не только самому КАМАЗу, но и правительству страны. Это будет большой шаг в развитии нашего института. Параллельно с этим мы, конечно, разговариваем с КФУ и очень хотим попасть в программу инженерных школ. Этот вопрос также обсуждался и в июне месяце, когда предприятие посетил Мишусин Михаил Владимирович. Ему было доложено о том, что эти проекты реализуются. И он дал прямое поручение Министерству образования РФ эти проекты поддержать. В завершении мероприятия Жанне Халиулиной и руководителю пресс-службы автогиганта Олегу Афанасьеву журналисты могли задать интересующие их вопросы. Закрытых тем для обсуждения не было. Руководители дали ответы на каждый вопрос. Подробный материал читайте в свежем выпуске газеты «Вести КАМАЗа». Константин Величко, Роман Гейтман. «Вести КАМАЗ». Все, что было сделано, уже существенно повлияло на общую атмосферу и рабочий комфорт. Для улучшения бытовых условий КАМАЗом в уходящем году был выполнен капремонт гардеробов, а также душевых, санузлов, произведена замена или модернизация систем освещения и многое другое. Подробнее обо всех подобных изменениях, о рекордных суммах на ремонт и о планах на 2022 год. В нашей программе рассказал лично. И показал главный инженер автогиганта Алексей Титов. Один из объектов, который отремонтировали для удобства заводчан – подземный переход возле исполнительной дирекции. Здесь заменили напольное покрытие, уложили брусчатку, провели ремонт ливневой канализации, обшили стены, заменили освещение. Подобное обновление ждет и другие подземные переходы, ведущие к заводам. Гидроизоляция была сделана частично. Частично там, где у нас были места протечек. А вообще проблемный был подземный переход этот? Этот не совсем. У нас более проблемный – это литийный завод. Там вот у нас есть большие места протечек. По литийному заводу у нас работы более серьезные получаются, потому что на литийном заводе, кроме тех работ, которые отделочные выполняются непосредственно в самом подземном переходе, над подземным переходом подрядная организация производит выборку грунта. То есть они добираются до плит, которые перекрываются полностью подземный переход и производят гидроизоляцию непосредственно снаружи, для того, чтобы исключить места протечек. Здесь такого не было. От 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Всего 23 миллиона. Такие средства освоили в этом году на ремонт 22 санузлов на разных заводах. Сумма зависела от сложности работ. Где-то проводился только косметический ремонт, а где-то требовался капитальный – замены сантехники, освещения и вентиляции. В 2022 году на эти цели будет выделено 145 миллионов рублей. На следующий год запланировано 120 санузлов отремонтировать. То есть практически 100% покрытия, все санузлы будут у нас в хорошем состоянии. 401 корпус автомобильного завода. Заводчане уже заметили, что стало значительно теплее. По распоряжению руководства компании температурный режим в цехах был повышен зимой до плюс 18 градусов. А чтобы было не только тепло, но и светло, и сухо, были заменены светоаэрационные фонари и отремонтировано 120 тысяч квадратных метров кровли. При этом работы по ремонту крыши здесь продолжатся. Еще остается 330 тысяч. На это потребуется 3-4 года. Замену теплителя мы начали производить еще в 2000 году. То есть уже прошло, можно сказать, большой промежуток времени. То есть уже приходится, вот сейчас, 20 лет, да, заново уже менять утеплитель и гидроизоляционный слой. То есть это работа нескончаемая. То есть она вот идет, то есть 15-20 лет проходит, уже надо заново менять. Есть кровля, под которой просто утеплителя уже нет. То есть за то время эксплуатации он просто разрушен. Поэтому необходимо эту работу нам также продолжать активно. Большая и значимая часть работ на автомобильном и кузнечном заводах была связана с заменой освещения. Кузнечно-прессовый корпус номер 3 стал первым на кузне, где в цехах стало намного светлее. Здесь в рамках энергосервисного контракта полностью заменили систему общего освещения. На смену неэффективным источникам света пришло светодиодное энергосберегающее оборудование. Это позволило уменьшить затраты на электричество и улучшить условия труда. Мощность освещения в КПК-3 теперь меняется нажатием пальца. В каждой зоне завода можно отдельно регулировать уровень света. Во-первых, условия труда изменились гораздо в высшую сторону. Люди сами это видят. Тем более, что большая часть работы выполнена ими самими. Произведена не только чистка остекления, но и чистка, мойка и покраска оборудования. Практически на 90% на данный момент охвачено. На сегодняшний день мы планируем заключить договора и рисовать их в первом полугодии 2022 года еще по ряду подразделений завода КАМАЗ. Это рамный завод, высокая так называемая зона. Это литейный завод, корпус ПЦЛ. И вкуснейший также завод, это корпус КПК-1. Станет в цехах светлее и за счет естественного света. Верхний уровень стекол уже невозможно очистить от полувековой копоти. Поэтому их предстоит полностью заменить. Эти работы планируют завершить в первом полугодии 2022 года. С этим остеклением и потребление электроэнергии будет ниже. Так как естественное освещение у нас в данном корпусе, оно позволяет практически на 70% снизить потребление на освещение. В общей сложности на 2022 год запланированы беспрецедентные объемы работ на сумму больше полумиллиарда рублей. Прежде такие средства на ремонт не выделялись. Не откладывая дело в долгий ящик, к работам приступят в ближайшее время. А где-то они уже идут полным ходом. Константин Величко, Роман Гейтман. Вести КАМАЗа. Все. Становимся менее серьезными. Поговорим про большой тест-драйв на флагманском КАМАЗе. Популярные телерадиоведущие Сергей Стилавин и Рустам Вахидов посетили заводы автогиганта и протестировали серийную новинку КАМАЗ-54901. Несмотря на то, что их программа выходит в эфир на Ютюбе больше 10 лет, шоумены еще ни разу не бывали на производстве большегрузных автомобилей. Челнинские грузовики нового поколения блогеры тестировали на испытательном полигоне. Чтобы снять качественную программу про автомобиль, необходимо полностью погрузиться во все детали производства. Поэтому популярным шоуменам и блогерам Сергею Стилавину и Рустаму Вахидову показали производство всех ключевых узлов грузовика. Это и сборка современных двигателей Р-6 и коробок передач на ЦФКАМА, а также завод каркасов кабин и главный сборочный конвейер. Это автомат, они в механике и нет. А где у нас в управлении? Вот это, да? Вот, подрулевой. Американский? Да, да. То есть на нем же все бегунки. 12-ступенчатый ЗТФ-тракцион. По словам Стилавина, за рулем КамАЗа он был лишь однажды на съемках про работу МЧС. Тогда его впечатлила легкость управления машиной и широкий обзор из кабины. Несмотря на большой опыт съемок сборки автомобилей, не только отечественных, но и зарубежных, увиденным на КамАЗовском конвейере он остался удивлен. В первую очередь, видя то, как здесь относятся к качеству и какие вложены средства в приборы контроля качества, именно сборки и всех, так сказать, отдельных узлов и двигателей, и кузова, вот, я понимаю, что действительно создана машина, которая еще и экономичнее, чем, ну, условно говоря, конкуренты в том же классе, который сегодня можно встретить на рынке. У нас в последнее время принято говорить «Вау!» Ну что «Вау»? Гордость! Вот нормальное русское слово, которое можно использовать, когда я вижу то, что здесь представлено. Рустам Вахидов приехал со стереотипом, что КамАЗ – это машина 70-х, 80-х годов. Но как только увидел, какой конечный продукт получается у челнинских машиностроителей, мнение поменялось. Я могу сказать, что вот все, что мы увидели сегодня, например, в цехе, где производятся, соответственно, каркасы для кабин, да, и это самое современное оборудование, это самые современные технологии, и самое главное, вот это ощущение именно от людей и от самого технологического прогресса. Я не думаю, что в нашей стране можно набрать большое количество предприятий, которые могли бы похвастаться именно вот культурой производства. Но какая же передача про автомобили без реального тест-драйва? Стилавин и Вахидов оседлали таки флагман КамАЗ. По очереди попробовали в деле сначала грузовик без груза, а затем пересели за руль тягача с 12-тонным прицепом. С впечатлениями блогеры уже поделились в эфире радиостанции «Маяк» Ксения Чернильцева, Роман Гейтман, Вести КамАЗа. А вы знали, что в Италии на Новый год Дедом Морозом наряжается женщина? Для нас, как и для многих участников очередной интеллектуальной игры, это стало неожиданным, но очень предновогодним открытием. В зале «Прогресс» завода двигателей активисты Совета молодежи организовали для работников интеллектуальную игру под названием «В преддверии Нового года». А вот кто стал победителем этой битвы умов, через пару минут узнайте. Заключительная интеллектуальная игра стала пятой в уходящем году, которую провели на заводе двигателей. В ней приняли участие девять команд и состояла она из четырех туров. Общие вопросы, новогодние фильмы, что спрятано и музыкальный. За один час участникам предстояло дать ответы на 35 вопросов. Все были исключительно про Новый год. После той игры, которая последняя была, ребята там все, им понравилось очень сильно, и они уже начали сами предлагать вопросы, тематику, которую можно сделать. Но они увлекаются очень хорошо, и когда объявляешься об этой игре, заявки сыпятся вообще моментально просто. Будем стараться в следующем году, чтобы стабильно каждый месяц, кажется, была определенная игра, тем более праздники у нас есть каждый месяц, и можно, думаю, находить повод. По итогам интеллектуальной баталии в качестве поощрения команда, занявшая последнее место, получила сладкий приз за волю к победе. Самыми умными на этот раз стали команды «Незабудки» и «Импульс». У них третье и второе места соответственно. Ну а победителем новогодней игры стала чисто женская команда «Пульс-140». Можно сказать, что готовилась, потому что я также готовлю игру для нашего завода, и некоторые темы я знаю. Всегда принимаем участие, мы в тот раз не смогли выиграть, и нам надо было одержать победу в этот раз обязательно, поэтому постарались. Очередная игра по плану должна была состояться только в следующем году, но от игроков поступило предложение еще раз собраться в зале «Прогресс» за несколько дней до Нового года, чтобы вновь устроить битву умов. Инициатива возражений не встретила. Константин Величко, Роман Гейтман, Вести КамАЗа. В тот вечер здесь царило предновогоднее настроение. В ДК КамАЗа состоялся зимний КамАЗовский фестиваль КВН. На сцене Дворца культуры выступили 9 заводских команд. И боролись они не только за победу в финальной игре. Лучшая команда по итогам всех трех игр сезона получала специальный приз – сертификат на поездку в Сочи. На 33-й международный фестиваль Кивин. А кто же стал его обладателем? Все знают наши корреспонденты. Зимний фестиваль веселых и находчивых вышел особенным по нескольким причинам. Во-первых, на нем решалась судьба путевки в Сочи на международный фестиваль КВН. А во-вторых, для этого в заключительной игре года провели сразу три конкурса вместо привычных двух. Активное участие в них приняли и руководители заводов и подразделений. По традиции было много шуток про автогигант, производство и все, что связано с жизнью работников предприятия. КАМАЗу сколько лет? 52. А что на водоканал? 50. У нас в этом году юбилей. Тогда, внимание, финальный вопрос. Куда эти два года сливал КАМАЗ? Еще одна традиция КАМАЗовского фестиваля – приглашать в жюри известного КВНщика. На этот раз им стала чемпион высшей лиги КВН, игрок команды сборной Татнефти Светлана Малютина. Это было просто феерично. Я в полном восторге. У меня до сих пор не было предновогоднего настроения, и сегодня оно у меня появилось. Я удивлена уровнем юмора, качеством КАМАЗовской КВНовской лиги. Это очень радует. Я с удовольствием приеду еще. Без наград в этот вечер не осталась ни одна из команд. Первое место завоевали представители завода двигателей «Сдвиг». А обладателем гран-при стала команда «Мы из центра», играющая за НТЦ. А по сумме всех трех игр года путевку в Сочи на 33-й международный фестиваль КВН завоевали герои вечера – КВНщики Движков. Изначально вообще всегда пишется огромный сценарий, огромный, на минут 30. И из этого всего добра, вот этого смешного, остается 6 минут. То есть это, скажем так, большой труд всей команды, когда все прикладывают максимум усилий, все идеи компонуются, и из этого уже вычищается, и вот как алмаз гранен. Это была одна из самых тяжелых игр, наверное, самых нервных, наверное, для нас была. Все-таки как бы решался главный приз. Фестиваль в Сочи состоится в середине января. На нем КАМАЗовские КВНщики должны будут продемонстрировать весь свой арсенал юмора, чтобы доказать, они лучшие среди тысяч таких же веселых и находчивых. Ксения Чернильцева, Роман Гейтман, Вести КАМАЗа. В своем нынешнем формате в ночь с 31 декабря на 1 января Новый год в России встречают уже больше трех столетий. Не без трансформации, конечно. Менялся календарь, а на какое-то время праздник и вовсе упразднили. В последние лет 30 к традиционным елочке Деду Морозу и Снегурочке добавляется еще и символ по восточному календарю. На этот раз это голубой водяной тигр. Да что там. Теперь на Новый год влияет пандемия. Нет больше больших праздников по случаю или корпоративов. Однако основное у этого праздника все же не отнять. Он по-прежнему семейный, ведь главное, чтобы те, кого вы любите, были живы и здоровы и за одним столом. С наступающим вас Новым годом! И берегите себя и близких! Субтитры подогнал «Симон»!